Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракяту, с именем Аллаха Милостивого Милующего. Уважаемые друзья, в наше непростое время, конечно же, нельзя обойти стороной армяно-азербайджанский конфликт, более того, уже практически войну в Нагорном Карабахе. Уважаемые друзья, я обещал в эту среду выложить второй видеоурок. Однако события в мире развиваются так, что я вынужден отложить в сторону ту тематику, которую я рассматривал в первом уроке, и которую собирался продолжить во втором, и сделать сейчас некий открытый урок на основе тех событий, которые происходят в мире. Давайте мы сейчас разберем армяно-азербайджанскую войну 2020 года в Нагорном Карабахе именно с точки зрения теории проектов и именно с точки зрения науки обработки информации. Интеллектуальный метод, выбранный вами, решит то, каким образом вы будете осмысливать происходящее событие, как вы будете обрабатывать поступающую информацию. Методов таких три. Основная масса населения пользуется философским интеллектуальным методом. В чем он заключается? Это поход от малого к большому. Это попытка по капле воды воссоздать океаны. То есть, что делают люди? Стоя под горой у ее основания, они смотрят вверх, там, где в облаках сокрыты вершины, и пытаются понять, а что же там наверху? Но как? Глядя на соседние маленькие горы, которые видны целиком, и складывая из камушков другие горки, пытаясь по этому подобию потом воссоздать образ невидимого. Это философский метод. От малого к большому. От постижимого к непознанному. Это метод познания мира эмпирическим, опытным путем. Другим методом познания мира является метафизический. В чем он заключается? В том, что человек признает наличие некоего сверхзнания. То есть, знания, которые по определению недоступны человечеству через его органы чувств. То есть, метафизический метод предполагает, что есть какой-то объем знаний, который человек никогда не постигнет, изучая окружающую его среду. И это может быть только некий прорыв извне. Называйте это как хотите. Вернадский говорил это ноосфера. Значит, большинство религий называют это какими-то там божественными откровениями. И так далее, и так далее. На самом деле, конечно же, это происходит от аврамических религий. От первичного знания данного Адаму, прародителю человечества, алейхиссалям, мир ему. Которое потом было узурпировано жреческой кастой, слугами шайтаны. Об этом я говорил много раз. Можете посмотреть мои видео и почитать статьи. Так вот, это второй метод. И мы видим, что 99% населения Земли исповедуют философский интеллектуальный метод. Чуть что ни спроси, начинаются требования аналогии, требования доказательств, требования дать пошупать. А то, что пошупать невозможно, то не существует. Вот смысл. И это на самом деле инструмент манипуляции человечеством. То есть, те люди, которые обладают метафизическим методом, используют его в своей мыслительной деятельности, они исходят из того, что у них есть некое знание принципов. И эти самые принципы они прячут от людей. Вернее, не дают ими пользоваться. Хотя сами используют. А в чем разделение, спросите вы? В том, что вот эти самые товарищи, которые обладают знаниями, которые используют метафизический метод, не хотят работать сами, не хотят брать на себя ответственность. И они сваливают все на обладателей философского интеллектуального метода. То есть, они задают тренды, а кто-то это все выполняет. И потом несет ответственность. Во всем обвиняют их. Ну, если вот там перенести на условно-политическую деятельность, то королева Британии, она, в общем-то, белая и пушистая. Либо вообще ее считают, значит, какой-то декоративной фигурой. А во всем виноваты злые, недобрые, глупые премьер-министры. Нынче вообще клоун стоит, да. Причем чрезвычайно умный человек. Надо отдать должное Борису Джонсона. Который очень тонко играет роль клоуна. Ну, надо, надо. Сейчас так надо. Ну, это немножко другая тема. Так вот, уважаемые друзья, правильный метод, он состоит в объединении метафизического и философского методов. То есть, сначала необходимо понять общую картину, понять принципы. То есть, условно говоря, нужно взлететь на вертолете на вершину. Или воспользоваться знаниями тех, кто уже туда ходил и хоть что-то может рассказать, что там вообще есть на этой самой вершине. Взять проводника. И, обозрев окрестности сверху, понять, что же там сверху, посредине и внизу. Составить свое мнение, составить общую картину, как карту. То есть, человек сверху смотрит, ага, вот здесь гора, вот здесь склон, вот здесь дорожка, здесь река, здесь болото. Сюда ходи, туда не ходи. Снег башка попадет, совсем мертвый будешь. Вот в чем смысл. Но достаточно ли этого для того, чтобы покорить вершину, для того, чтобы познать ее полностью? Нет. Для этого надо спуститься вниз, по пути собрав все данные, внизу, в спокойной обстановке, эти данные обработать. И уже понимая не только принципы, но и детали, вернуться на гору. И вот тогда вы будете обладать всей полнотой знаний. Вот в чем смысл. Вот в чем заключается исламский, он же правильный интеллектуальный метод. Только так надо работать. Причем, естественно, это все разобрано и расписано там учеными. Дедукция, индукция, синтез, анализ и так далее, и так далее. Но скажите мне, все слышали эти слова? Ну, не все. Но кто-то, наверное, слышал, да. Часто ли вы используете в жизни эти принципы, которые там заложены? Крайне редко. Потому что наш образ мышления заложен в нас со стереотипами. С тем, что пела мать возле колыбельки младенца. Что давали в детском саду, в школе, в институте, на работе и так далее. И вот там нам этого ничего не дают. Лишь очень узкой группе привилегированных лиц дают метафизический метод. Поэтому, уважаемые друзья, если мы хотим сейчас понять, что же действительно происходит в Нагорном Карабахе, в чем суть армяно-азербайджанской войны 2020 года, мы не должны поддаваться на искушение идти снизу вверх. Потому что, если сейчас начать разбирать какие-то конкретные обиды, столкновения между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе, то мы, безусловно, погрязнем в двух вещах. В огромном количестве фактов. И второе, мы погрязнем в эмоциональном восприятии. Уважаемые друзья, эмоции очень важная вещь. Но для рационального осмысления они мешают. И если сейчас взять за основу именно вот это вот непосредственное, живое, страшное, смертельное противостояние, когда рвутся бомбы, гибнут люди, изгоняются из своих домов, уже много лет, причем, жители Нагорного Карабаха, огромное количество азербайджанцев было просто-напросто убито и выгнано оттуда. И это все, как кровоточащая рана, все еще оно сочится и приносит боль. То мы на этом и останемся, уважаемые друзья. Никуда мы от этого не уйдем. Поэтому вот это все, понимая и зная, и выражая свое личное эмоциональное отношение к этому все дела, вот я, как мусульманин, как тюрк, я заявляю, что мои симпатии, моя поддержка полностью на стороне азербайджанского народа. Не на стороне правителей, а народа, который страдал, который перенес очень много лишений в связи с развалом Советского Союза до того Российской империи. И очень непростые взаимоотношения азербайджанцев и армян требуют, безусловно, отдельного исследования. Но, уважаемые друзья, сейчас у нас речь не об этом. Сейчас мы должны посмотреть, а что же выше, какой второй слой, не личные взаимоотношения, а более высокого уровня политическая игра. И что мы увидим? Каким образом мы должны на это смотреть? Уважаемые друзья, как и во всем, всегда есть несколько слоев. И мы давайте попробуем зайти с самого верха. Что у нас есть на сегодняшний день в мировой политике? Что есть основное? Кто есть главный? Уважаемые друзья, безусловно, на сегодняшний день единственной сверхдержавой в мире, на которую ориентируются как политические, так и экономические устремления всех остальных сил и стран, являются Соединенные Штаты Америки. Ничто в этом мире не происходит без влияния, которое оказывается напрямую или опосредованно Соединенными Штатами Америки. Какие американцы зададут тренды, так мир и живет. Все остальные только сопротивляются. Соединенные Штаты на сегодняшний день единственный мировой гегемон. Уважаемые друзья, у меня на электронном ментбаре есть ряд статей о Соединенных Штатах, о мировом гегемонизме как таковом. Заходите, читайте, чтобы было понятнее. Так вот, для того, чтобы понять, что происходит в Азербайджане и Армении, мы, конечно же, должны знать, что происходит в США. Потому что это в любом случае, повторяюсь, оказывает свое влияние. И что мы там видим? А мы там видим выборы, грядущие. И колоссальной силы конфликт между двумя основными группировками властными в Соединенных Штатах, которые формально выражены республиканцами и демократами. Трампом и Байденом. Это можно назвать конфликтом националистов, то есть тех, кто ориентируется на сохранение Соединенных Штатов как национального государства, и интернационалистов, вернее наднационалистов, которые говорят о том, что мир меняется, и формат национальных государств не нужен, и гегемонию надо осуществлять уже другими путями, не в рамках национального государства США. И вот этот конфликт, он и определяет все мировое движение. И мы видим, что вот недавно состоялись дебаты между Трампом и Байденом. Дело впервые за всю историю Соединенных Штатов дошло до прямых оскорблений. Трамп, ну что называется, за что боролся на то и напоролся, он же такой эпатажный товарищ, получил в ответ не меньшую порцию эпатажа от Байдена, который обозвал его там щенком Путина, предложил ему заткнуться и вообще всячески грязно ругался. Кстати, там тоже была затронута тема медицинского страхования, о котором мы говорили в первом видеоуроке, который выложен у меня на закрытом канале. Напоминаю, что каждый из вас может посмотреть эти видеоуроки не как вот этот открытый, а закрытый в группе в Телеграм. Вступайте в группу, там мы обсуждаем все эти вещи очень подробно, и в том числе, значит, там есть несколько подгрупп, таких как новости, открытый мир. Видеоуроки я выкладываю там же. И, кстати, вот буквально сегодня заработала у нас еще одна группа, семейное образование, значит, в которой мы обсуждаем ситуацию с обучением детей вне школы, методы и специфику такого семейного образования, а также воспитание детей в целом. Уже мы друзья, заходите в группу Телеграм. Каким образом это сделать, есть в описании к данному видео. Так вот, уважаемые друзья, если мы говорим о том, что сейчас идет такое противостояние в США, то понятно, что каждая из противоборствующих сил выдвигает какие-то аргументы, помимо словес на дебатах. Если мы посмотрим на демократов, то мы видим, конечно же, это движение МИТУ было запущено именно со страшной силой. Это вот очень мощный удар с движением БЛМ, когда вот эти бунты чернокожих прокатились по всем Соединенным Штатам. Это, безусловно, удар по республиканцам через COVID-19, через организацию вот этой эпидемии. 40 тысяч человек в день заражаются COVID, погибает от 750 до 1000 человек в день. Когда ему представили эту цифру, он сказал, ну, что есть, то есть. Да, так оно и есть, потому что ты есть то, что ты есть. Вот почему это так. Причем мы видим, как Трамп оправдывался. Он говорил, все равно Китай виноват, это все Китай, там вы что на меня сваливаете, да. Если бы мы послушали вас, страна осталась бы широко открытой. Погибли бы миллионы людей, а не 200 тысяч. Даже один человек, это уже слишком. И это вина Китая. Этого не должно было случиться. Да, они остановили вирус, но это была вина Китая. И, кстати, когда вы говорите о цифрах, вы на самом деле не знаете, сколько людей погибло в Китае. Вы не знаете, сколько людей погибло в России. Вы не знаете, сколько людей погибло в Индии. Они просто не дадут вам настоящей статистики. Это просто, чтобы ты понимал. Это все, да, это все понятно. Какие в ответ выдвигают аргументы республиканская партия? Ну, безусловно, это подъем экономики Соединенных Штатов. Это какие-то движения, направленные на укрепление, скажем так, исторических традиций США Трампом. Но этого явно недостаточно. Даже вот на этих дебатах, судя по всему, Трамп проиграл Байдену, хотя это, казалось бы, его поляна. Уважаемые друзья, республиканцам нужна война. Им нужна война с кем? С противоборствующими группировками, с какими? С одной стороны, это демократы, за которыми стоят в том числе старые европейские дворянские рода, та же самая королева Британии. Ну, скажем, Обама, он очень дружен с принцем Гарри, бывшим принцем Гарри, да, который сейчас явно готовится на роль одного из лидеров, значит, будущих, там, официальных, где-то на североамериканском континенте, возможно, в Канаде, возможно, в самих США. Ну, как минимум, какой-то серьезный политик. И, судя по всему, Меган Маркл, это внебрачная дочь Обамы, и она замужем за Гарри. Значит, и есть еще ряд других группировок, которые вот связаны там между собой. Это, конечно же, французы, которые до сих пор сохраняют колоссальное влияние через масонерию в Соединенных Штатах. Это, конечно, евреи и так далее. Китай съел твой обед, Джо. И еще одна очень мощная сила — это Китай. Китай растет как региональная сверхдержава с претензией вырасти в мировую сверхдержаву. Но Соединенные Штаты уже не хотят устанавливать биполярный мир, подобный тому, как был установлен Советским Союзом. По одной простой причине китайцам веры нет. С ними вот такой мир установить невозможно. Это совершенно другой проект. Проект Яма, проект Восточный — это паразитический проект. И вот он не сливается с телом носителя. С ним невозможно иметь долгосрочный договор. Он сожрет изнутри, вылезет и улетит, бросив пустую оболочку. Поэтому договариваться с ним бесполезно. Его надо гасить. Каким образом? На открытую войну у Соединенных Штатов сейчас нет сил. И даже не потому, что нет денег. Деньги они найдут. У них нет консолидации. В силу того, что как раз вот есть вот это самое противостояние республиканцев и демократов. Поэтому США не могут в открытую атаковать Китай. Им нужны другие методы. Ну, понятно, что это там подготовка некоего силового какого-то острия, наконечника копья, которым будет Россия, понятное дело, больше некому против Китая. Это потенциальная война России и Китай. Я рассматривал много раз уже своих видео. Заходите, смотрите, уважаемые друзья. И вот Соединенные Штаты, республиканцы, они жмут Китай по-другому. Ну, во-первых, там запускали тот же самый ковид и обвиняли Китай во всех смертных грехах. Во-вторых, сейчас идет вопрос лишения Китая сырья. Китай — это как бы международная кузница и житница, да? Но если начнутся перебои с поставкой энергоносителей, у Китая начнутся огромные проблемы. И, соответственно, я уже говорил об этом и писал много раз. Опять-таки, заходите, читайте мои статьи на электронном Минбаре, уважаемые друзья. Что очень важно сейчас для Соединенных Штатов установить некую зону нестабильности в Персидском заливе. Для этого нужно повторить историю. А история эта заключается в Итало-Турецкой войне 1911 года, во время которой османы перекрывали Черноморские проливы. И это нанесло колоссальный ущерб Российской империи, которая была конкурентом британцев на тот момент. Вот сейчас американцы пытаются повторить то же самое. Если какая-то сила перекроет или начнет периодически угрожать хотя бы перекрыть Армузский пролив, то поставки энергоносителей из Персидского залива станут чреватой нестабильностью. И огромные проблемы возникнут у Китая. Вот в чем смысл. Соединенные Штаты сами обеспечены нефтью. У них своей нефти завались. У Китая останется только Россия. Венесуэлу уже выбили. Ангола не потянет, потому что морские пути перекроет та же самая Америка без проблем. Останется Россия. И это автоматически в дальнейшем приведет к войне между Россией и Китаем. Потому что чем ближе государства объединяются в объятиях, заключая друг друга, тем выше вероятность войны между ними. Вот в чем смысл. Соответственно необходимо раскачать Персидский залив. Ключевое слово персидский. Иран. Иран. Посмотрите, как настойчиво Трамп пытается раскачать Иран и втянуть его в какую-то локальную заварушку. Но никто не хочет выступать в роли Италии 1911 года. И претендентов-то, собственно говоря, не очень много. Это Россия, это Турция, это Израиль и это арабские страны. Мощь армий арабских стран мы все видим на примере Йемена. Когда, в общем-то, босоногие пастухи надавали Саудовской и Миратскому воинству по полной программе. Вот, кстати, многие говорят, что там иранские, там злобные шииты, там что-то там делали. Нет, нет, туда их не допустили. Это сами йеменцы, да, они отличаются от всех остальных арабов. То есть арабы соскочили, ничего не смогли. Израиль, Турция и Россия всячески разводят руками и отмазываются от этой почетной, в кавычках, роли. Никто не хочет. Все хотят свалить друг на друга. У Израиля и так проблем хватает. Тем более, что иранцы показали, что они умеют воевать с Сахалом, да. Война в Ливане, она, в общем-то, продемонстрировала, что, ну, тем же самым иранцам в лице Хизбалым абсолютно плевать на мирное население. А их боевые группы очень даже замечательно уничтожают хваленую израильскую бронетехнику. Например, именно после этой войны танк Меркава перестал везде мелькать, как самый защищенный танк в мире. Так вот, уважаемые друзья, Израиль не хочет. Россия, в принципе, готова там немножечко повоевать, но тоже не ввязываясь в полномасштабный конфликт. То есть, столкновения, скажем, российских войск с иранскими прокси в Сирии, они вполне возможны. Но, вообще-то, это нелогично, потому что иранские прокси поддерживают Асада и русские поддерживают Асада. И как они будут между собой воевать, как бы не совсем правильно. Остается Турция, ее всячески подталкивают к этому делу. Но турки тоже дураков воевать в полномасштабную войну здесь нету, ни в Стамбуле, ни в Анкаре. И они тоже всячески отмазываются, да, значит, потрясая грозно, значит, какими-то кулаками и рассказывая истории страшные. Они, значит, грамотную очень дипломатию ведут и не ввязываются в полномасштабные конфликты. Уважаемые друзья, но что делать-то? Раскачивать-то ситуацию надо. Если мы посмотрим, с кем граничит Иран, с кем контактирует Иран, то мы сразу увидим, что это Армения, как пограничное государство, как государство целиком и полностью завязанное на Иран. Потому что без Ирана, без сотрудничества с Ираном, без помощи Ирана, ну просто-напросто современная государственная Армения окажется в очень тяжелом положении. И это, конечно же, Китай. И вот, смотрите, удар по Ирану, ввязывание Ирана в какую-то войнушку, оно даст Трампу целый ряд преимуществ. Ну, во-первых, любая победоносная война, она приносит какие-то дивиденды, да. Ну, как минимум, можно объявить чрезвычайное положение и, значит, не признать итоги выборов, если вдруг Трамп по чечению проиграет. Таким образом, уважаемые друзья, мы видим, что идет попытка втянуть Иран в войну, и это отражается на его соседях. В первую очередь, на Армении. Вот это первый слой, это первый пласт. Теперь давайте смотрим ниже. Второй. Кто там участвует? Вот теперь мы должны рассматривать пограничные территории в свете понимания общемирового тренда. Опять-таки, Турция и Россия. Кто и что задействовано в этих всех делах? Уважаемые друзья, есть такая вещь, как армянская диаспора. И если мы увидим, где она в основном сосредоточена, то увидим две вещи. Это Франция и Россия. Частично другие страны Европы. Ну и в Соединенных Штатах, безусловно, армянская диаспора сильна, но в основном за счет Ким Кардашьян. Вот такой вот парадокс. Американцы не особо кому-то позволяют манипулировать собой, понимая, что это тем более диаспора сосредоточена в других странах. Так вот, уважаемые друзья, мы видим, что налицо конфликт между диаспорными армянами и армянами в Армении. Это второй слой, второй уровень. Потому что европейцы, те самые демократы, о которых я говорил, противоборствующие с республиканцами в Штатах, они поддерживают диаспорных армян и используют их. Это было, есть и будет, особенно французы. Потому что французы двинули армян в противовес евреям. Я писал о еврейском засиле во Франции во время дела Дрейфуса. Есть у меня несколько статей на эту тему. Нишала, я буду продолжать. Но французы из него вырвались, сделав ставку именно на армян. Так вот, они двигают их и дальше. Франция чрезвычайно сильна в России. Во многом через армянское лобби. И вот мы наблюдали совсем недавно, давайте вспомним. Очень серьезный, я бы сказал, ожесточенный конфликт между российскими армянами и армянскими армянами. Уважаемые друзья, кто есть Пашинян, который так сильно конфликтовал с какой-нибудь Маргаритой Симоньян? Ставленник США. Он калька с Михаила Саакашвили один к одному. Вспомните, 2003 год, революция рос в Тбилиси. К власти приходит Михаил Николозович Саакашвили. В 2007 году Никол Пашинян идет на парламентские выборы в Армении с блоком импичмент против действующего президента на тот момент, пытаясь осуществить свою армянскую революцию. И выглядит он один к одному, как Саакашвили. Все его речи, все его манеры, все его движения, его цели – это полная копия Саакашвили. Его двигали и двигают американцы. И, естественно, европейским диаспорам это не по вкусу. По одной простой причине, что Армения пытается играть роль Израиля для евреев. Но, уважаемые друзья, евреи более сильны, чем армяне. И именно тем, что их сила в Соединенных Штатах. А армянская сила во Франции. Ну, где Франция, где США, почувствуйте разницу. И вот сейчас из Армении Пашинян попытался сделать полноценное национальное государство по образцу, какие там были, значит, заданы американскими, так сказать, его учителями. И, соответственно, это должно замыкать на себя интересы всех армян всего мира. Французским и российским армянам это не нравится. Они хотят жить как раньше. Хозяевами здесь у себя, на месте. И вот он начался, этот конфликт. И начался он именно с того, что Пашинян прижал так называемых новых армян. Карабахских армян. О генезисе армян я делал видео. У меня есть, посмотрите, уважаемые друзья. Набежало туда огромное количество армянских троллей и каких-то недоумков. Даже я был вынужден заблокировать комментарий. Но видео само в доступе. Заходите, смотрите. Там я рассказывал, откуда вообще, собственно говоря, армяне произошли. И, уважаемые друзья, вот именно здесь становится понятно, что карабахцы, как новые армяне, которые отстроены как нация на других принципах. Не на принципах геноцида, а на принципах победы. Уж реальные там или липовые. Это совсем другой вопрос. В Карабахской войне 90-х годов они стали между собой однозначными врагами. И Пашинян победил. Победили старые армяне. Вот такой вот парадокс. На вид они новые. На самом деле это старые как раз. Пашинян уже там отрастил бороду, одел бейсболку, камуфляж. И стал там чуть ли не ковбоем каким-то уже. И он победил карабахцев. Но карабахцев поддержала Россия, поддержала Франция через Россию. И, уважаемые друзья, если Карабах будет признан независимым, то в мире возникнет два армянских Израиля. То есть сакральный центр сместится, раздвоится как минимум. И часть армян сможет ориентироваться не на Ереван, яспорных армян, а на Арцах, на Степанакерт. Вот в чем смысл. Таким образом роль Пашиняна, роль США на этих территориях размывается как бурным потоком речным. И это тоже надо учитывать. Получается, кто сейчас поддерживает войну Азербайджана против Армении? Те, кто хотят независимости Арцаха. Признание Нагорного Карабаха независимым. Всем миром. А его даже армяне сейчас не признают независимым, ведь так? Вот об этом надо думать. Теперь давайте смотреть на другую сторону. На Турцию. Что хочет Турция? Турция в свое время шла в Палестину. И под этим соусом согласилась на крымские события. Однако, седяя с тем, что Израиль не переехал в Крым, у меня на эту тему есть видео, турки остались ни с чем. Это неправильно. Это нарушение всех договоренностей. Поэтому сейчас турки пытаются компенсировать свои потенциальные потери, скажем так, в Палестине, неприобретенную, неполученную выгоду через определенную выгоду на Кавказе. И таким образом они формально очень сильно поддерживают все силы, которые могли бы к ним каким-то образом присоединиться. Турция действительно ведет интенсивную экономическую и политическую экспансию в близлежащих регионах. Это и Грузия, это и Болгария та же самая, это и Азербайджан, безусловно. Поэтому турки заходят туда в первую очередь политически и экономически. Я, кстати, не верю в то, что Турция отправит туда свои войска. То есть вот это декларации будут, да, это будет бритцание оружием, потрясание какими-то там, значит, Байрактарами и Ф-16. Но запускать туда войска для того, чтобы произошел полномасштабный конфликт, это значит согласиться полностью на американский план столкновения с Ираном. Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт. И они, по нашей информации, ищут повод, чтобы привезти свои войска в Нахичевань. Это англав-азербайджанский, граничившийся с Турцией, Арменией и с Ираном, несмотря... Хотя у нас есть информация, что там уже присутствуют некоторые подразделения турецкой армии. Потому что именно тогда Иран непосредственно ведет свои войска. И Турция подпишется на эту роль. Я не думаю, что это сейчас нужно Эрдогану и, в первую очередь, Турции как таковой. Ну, посмотрим, естественно, но вот у меня такое ощущение. Вот это вот третий уровень. Уважаемые друзья, то есть к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что на сегодняшний день, на втором уровне, имеется договоренность между Анкарой и Москвой о свержении режима Пашиняна в Армении. То есть в вытеснении американцев. И не зря президент Азербайджана Эльхам Алейф упомянул Сороса, когда говорил о Пашиняне. Руководитель Армении в лице Пашиняна – это ставленник Сороса. Это человек, который сделал очень много обещаний и который не может их выполнить. И по существу страна находится в кризисе. Таким образом, ему нужен был внешний фактор, какая-то заворуха, если можно так сказать, с тем, чтобы отвлечь внимание населения, что ему и удалось. Более того, буквально за два дня до того, как они напали на нас в очередной раз, лидер главной оппозиционной партии Армении был арестован. То есть диктаторский деспотический режим Пашиняна ликвидировал все оппозиционное поле у себя в стране и сейчас демонстрирует агрессию вновь по отношению к азербайджанскому народу. И не зря Пашинян постоянно сваливался на Турцию. Очень важный нюанс, что Турция фактически вовлечена в этот процесс. По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана и местами они даже руководят военными действиями. Он понимает, что именно Турция, турецкая поддержка Азербайджана, политическая и финансовая, и военная позволяет достичь определенных успехов в Карабахе и режим Пашиняна, собственно говоря, его правительство потеряет всяческую легитимность. И Армения, и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой Турции. Те же самые карабахцы, которые сейчас находятся в подполе, там Кочарян, там Подсудовым и так далее, и так далее, Серж Саргсян там преследуется, они снова смогут взять власть в свои руки. И, соответственно, все изменится на этих территориях. Вот в чем смысл. Именно исходя из этого, кстати, надо понимать, что блицкрик азербайджанской армии не задумывался по определению. Вот посмотрите, сейчас проходит информация, что армяне в Карабахе ждали азербайджанский удар. И азербайджанские наступающие войска попали в ловушку, по сути. Там были заминированы огромные территории, да. И никто даже не знал, где, получается, там проходы. Уважаемые друзья, я не готов сказать, кто там непосредственно занимался вот этими договоренностями. Да, сейчас проходит информация там в телеграм-каналах о том, что якобы какой-то азербайджанский генерал, через своего племянника, который там торгует цветами в Москве, да, сливал всю информацию, да. Ну, вообще, это детский сад. Вообще, вот то, что сейчас происходит в Карабахе, это, конечно же, провал разведки Азербайджана. Полный провал. Обстрел прицельный. Разведка просчиталась. Получилось, что наступление не подготовлено. Кто-то непростительно ошибся в расчетах. Кто-то информацию как минимум слил. Но кто? Давайте посмотрим на будущее. Потому что вообще, если непосредственно само руководство страны в этом не задействовано, а задействованы какие-то силы, противоборствующие группировки внутри страны, то должны последовать миры карательного свойства. Знаете, как вот в фильме «Звездный десант», когда первое наступление людей против арахнидов провалилось, последовали оргвыводы. Маршал космических войск Динс подал в отставку. Его преемник, маршал космических войск Тахат Меру, предлагает иную стратегию. Так вот, если этих оргвыводов не последует, то станет понятно, что договоренность была на самом высоком уровне. А знаете, сливы на какого-то там отдельного, неназванного генерала, это детский сад. Вот так надо рассматривать события, дистанцировавшись от эмоций, рассматривая сверху вниз, а потом поднимаясь снизу вверх, вооруженным новым знанием о деталях. Но окончательно мы сможем это понять только по результатам. Что же происходило? Только тогда мы сможем сделать выводы. Вот так надо работать. Вот так надо осмысливать ситуацию. Не позволяя эмоциям захватить верх. Не позволяя вести себя нечистым на руку пропагандистам и изиологам. Только правильный интеллектуальный метод и твёрдая последовательность позволит нам сделать верные выводы и не ошибиться в дальнейшем. Иншаллах. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи. Ва баракет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...